всем привет с вами чсв и в этом видео вы узнаете какими ракетами лучше всего убивать танкистов причиной выхода данного видео стал мини патч в котором цитирую исправлена ошибка из-за которой всей техники находящийся на земле включая самолеты наносился пониженный урон от подрыва вражеских бомб и ракет проще говоря об ракет с чем и поздравляю вас господа пилоты да прольются слезы и нытье танкистов на форуме начнем с американской нации а целью для обстрела на полигоне станет достаточно бронированный тяжелый танк тигр если честно у меня была небольшая надежда на м8 или базуки но им просто не хватает бронепробития эти ракеты нельзя рассматривать как универсальное средство для борьбы с танками хвары 36 миллиметров бронепробития и 34 килограмма тротила при попадании в крышу башни или корпуса ракета проламывает броню и взрывается внутри боевого отделения чем и наносит несовместимое с жизнью танк повреждения ракета хорошо себя показала и сразу чувствуется что и хапнули стреляя в крышу проблем с танками у которых в том районе будет не более 30 миллиметров брони конечно же не возникнет а вот кидать хвары 80 миллиметровый борт идея не очень гидра 70 эта ракета пробивает аж 290 миллиметров брони ее не сдержит бортовая броня ни одного танка в игре да и в лоб тоже не всякий танканет минус этих ракет это всего 1 18 килограммов взрывчатки но обычно таких ракет на самолете много и тут можно брать просто количеством а не качеством советую атаковать танк в борт выпуская очередь из таких вот ракет в таком случае шанс повредить весь экипаж или модули выше чем при заходе в крышу да и шанс на выживание тоже возрастает тени тим или бомба на реактивной тяге масса боевой части ракеты 63 с половиной килограмма тротила и соответственно 92 миллиметров бронепробития в данном случае не важно под каким углом заходит в цели ракета главное просто попасть в танк либо положить ракету максимально близко и конечно же ваншот с американцами все ясно переходим к британцам рп-3 60 миллиметров бронепробития и 5 44 килограмма взрывчатки делают британскую ракету одной из самых опасных ракет такого вот типа попадая в крышу тигра рп-3 аналогично хваром проламывает броню танка и взрывается внутри попав в борт или взводясь об участке брони в которых более 60 миллиметров ракета детонирует снаружи но за счет большого количества взрывчатки может и сплэшем задеть бк еще одной британской ракетой которой я решил затестить стала ap mark 1 раньше она была бесполезной но вдруг сейчас она что-то может как видите ракеты данного типа работают как болванки и наносят только кинетический урон они могут забрать танк но предпочтение все еще за рп-3 немцы к сожалению сейчас имеют только одну эффективную ракету своего производства верфир гранаты 21 способна проломить своим взрывом 62 миллиметра брони ведь в ней чуть больше 10 килограммов взрывчатки хоть эта ракета создавалась против авиации но в нашей игре она отлично справляется и с танками главное попасть а теперь по мнению многих самая слабая нация по штурмовке поверьте вы будете удивлены возьмем такую вот невзрачную ракету как rbs 82 не путать с рс 82 и попробуем на шачке забрать тигра тут аж 60 миллиметров бронепробития и вроде взрывчатки мало но эта ракета спокойно справляется с тяжем не по рангу а значит теперь вы знаете чем же ракетить педобиров на пазиках rs 132 в прошлом лучшая ракета союза до общего нерфа ракетного вооружения сейчас она пробивает 39 миллиметров брони и этот показатель лучше чем их вару она несет почти 5 килограммов взрывчатки попадая в танк ракета детонирует и в большинстве случаев поражает боеукладку тигра итог оторванная башня валяющийся за пару метров от корпуса а что если опробовать броню тигра на rbs 132 тут то 85 миллиметров бронепробития даже крышу мауса должно пробивать не то что тигра взрывчатки тут килограмм 300 аналогично рп третьим 132 рбс проламывает броню и детонирует внутри танка опять бедный тигр страдает ну и конечно ужас с бешников 6 ранга с 21 62 миллиметра бронепробития и почти 10 килограммов взрывчатки вместе с хорошей скоростью и точностью тигр лопается за секунду а вот 62 к может и выдержать взрыв если правильно подставить влд но если класть ракету рядом они на влд то проблем не будет с 24 это довольно новая ракета в нашей игре бронепробитие 80 миллиметров а взрывчатки 25 и 5 килограмм ракета летит быстро и точно прям как с 21 итог очевиден попал танк получил фраг франция ракета т-10 151 это самая бронебойная ракета в игре аж 450 миллиметров бронепробития внутри всего лишь 16 килограммов взрывчатки на практике показала себя не очень работает данный боеприпас как кумулятив и наносит малый урон при этом разброс ракет оставляет желать лучшего ракеты snap аналог американских гидр каждая ракета пробивает 300 миллиметров брони и работает как кумулятив принцип работы с этими ракетами аналогичен гидром заходишь в борт и делаешь очередь ракет по танку не всегда можно забрать цель с первого захода но в целом на эти ракеты можно назвать эффективными и под конец посмотрим на хорошие японские ракеты тай 5 номер 6 мод 9 они были всегда хорошим противотанковым средством а причина кроется в 10 килограммов взрывчатки и 62 миллиметрах бронепробития ракета детонирует от прикосновения с броней и сплэшем а также осколками ломает весь танк противника как вы видите ракеты неплохо то капнули что очень круто как по мне теперь в совместных боях взять самолет вооруженный ракетами снова имеет смысл самой сильной нации в плане ракетного вооружения оказалось ссср тут есть ракеты как для лоу рангов так и для средних и топов спасибо ягеру за помощь в создании видео если мы упустили какую-то ракету которая сейчас дамажит то напишите об этом комментариях подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями пусть они тоже знают чем же убивать танкистов а с вами был чсв всем пока пока